Польша аннулировала результаты тендера по выдаче виз для украинцев. Украинец ограбил магазин, а уже через час его задержали. В Польше прошло одно из крупнейших авиашоу. Пиво, вино и сыр – это означает одно. Врославская фета вернулась. Фестиваль фарш – это праздник любителей здоровой и качественной еды. 30 лет независимости Украины, как этот праздник отметили во Врославе. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами министерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Украинский гимн – выставка под названием «30 лет независимости. Сотрудничество польско-украинское. Концерты в центре города. Так во Врославе украинцы отпраздновали независимость своей страны». В полдень с башни городского музея на Врославской площади прозвучали гимны Украины и Польши. Позже прошел марш с флагами в вышитых рубашках. Шли украинские жители Врослава, поляки, белорусы и грузины. На улице Свидницкой также открылась выставка о сотрудничестве между Нижней Силезией и регионами Украины – Врославом и Львовом. На фотографиях можно увидеть деятельность украинского меньшинства, проживающего во Врославе. Вечером прошел сковорода-фест. Фестиваль показал современное лицо украинской и польской культуры. Там выступили группы «Вымирающие виды из Врослава» и «Дагдотерс», происходящие из Киевского экспериментального театра. Также была ярмарка и мастер-классы для детей. После длительной паузы в Польшу вернулась одно из крупнейших авиашоу в стране – «Лотос Гдыни Аэробалтик-2021». Мероприятие проходило выходные 21 и 22 августа. На аэродроме Косакова в Гдыни собрались тысячи сторонников авиации, фотографы и просто желающие посмотреть на акробатические трюки реактивных самолетов. На показах можно было увидеть полеты самолетов F-16, МиГ-29, Су-22 и вертолетов. После приземления пилотов была возможность поговорить с ними, задать вопросы. На земле была возможность увидеть выставку военной техники. Также для гостей была организована зона футраков и развлечения для детей. Изюминкой авиашоу стало участие турецкого F-16 и группы Королевских Воздушных Сил Великобритании RAF Red Arrows. Национальная апелляционная палата Польши отменила результаты тендера на предоставление визовых услуг в Украине. Участники конкурса пожаловались, что победитель не предложил самую низкую цену. Кроме того, агентства трудоустройства из Польши и Украины были частью консорциума. Это вызвало опасения относительно конфликта интересов, потому что компания, которая одновременно привозит сотрудников, участвует в подготовке визовых заявлений. В ноябре этого года деятельность текущего визового оператора в Украине прекратится. Пиво, вино, сыр в лучшем виде в самом центре прекрасного Вроцлава. Это означало только одно – Вроцлавская фета вернулась. На этот раз большое кулинарное угощение было организовано на площади Новый Тарк. Премьерные вкусы, удивительные дополнения, встречи с производителями – это то, что можно было встретить на фестивале. Вроцлавская фета обеспечила множество кулинарных ощущений с пятницы по воскресенье. Была возможность добраться до пивных эксклюзивов, попробовать ремесленные сыры и выследить отличное вино. Три дня, оживленные, наполненные до краев потусторонними ароматами – такой был третий фестиваль Вроцлавской феты. Украинец ограбил магазин, а уже через час его задержали. Вечером в понедельник 16 августа в Плотске мужчина вошел в магазин и, угрожая продавцу ножом, потребовал деньги. После этого он убежал со своей добычей. Однако насладиться похищенными деньгами не удалось, потому что меньше, чем через час после получения сообщения, полицейские остановили молодого человека на одной из улиц в Плотске. Учитывая собранные полиции доказательства, злоумышленник признался, что совершил ограбление и забрал из кассы магазина несколько десятков злотых. По решению суда он был арестован на 3 месяца. Мужчина может быть заключен на срок от 3 до 12 лет. Фестиваль фарш. Это праздник любителей и представителей пищевой сбалансированности. Это о том, что каждому из нас близко. О еде. На этот раз речь шла о том, чтобы еда была хороша не только для нас, но и для климата и окружающей среды. Мероприятие проходило в субботу. Во время фестиваля на стендах были представлены общественные инициативы, действующие в пищевой промышленности и самые экологически чистые овощные заводы. Также были запланированы другие программы для развлечения. Мероприятие было реализовано в рамках проекта «Наша еда – наше будущее», которое фирансируется за счет средств Европейского Союза. Вход был бесплатный. А теперь к другим новостям. Региональный совет малопольского воеводства Польши проголосовал за то, чтобы остаться зоной свободной от ЛГБТ, несмотря на предупреждение Европейского Союза о том, что он может потерять финансирование в размере 2,5 млрд евро. Власти ГМИНа заявили, что они выступают за христианские ценности, а не за идеологию. Из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Белоподляска и Червоный Бур. С начала августа границы Польши и Беларуси попытались нелегально пересечь более 2000 человек. 23 августа в Грецию направилась вторая смена польских пожарных. Группа также состояла из 143 человек. Напоминаем, что польские пожарные помогают бороться с волной лесных пожаров в Греции 7 августа. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok